Пенсионные реформы 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 что размер пенсии в зависимости от страны достигает до нескольких тысяч евро, до трех тысяч евро в месяц, например, там благополучный Швец и так далее, если такие страны взять. Поэтому, когда кто-то говорит, что все это фантазии, мечта, это люди убогие, которые вот живут где-то внизу, ползают, и не могут голову поднять и думать, все, весь мир только вот так вот плохо живет, как Казахстан. Мы в качестве ориентира взяли такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, которые вместе с нами получили независимость. И ориентира, к которому мы стремимся, взяли Польшу и Чехию, которые в 1989-1990 году ушли из-под крыла Советского Союза. Мне многие пишут, почему мы берем расчеты в евро, давайте в тенге писать. Ребята, мы в качестве ориентира берем Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Польшу. У них валюта в евро. Это европейские страны. Мы не можем же каждый раз, каждые три месяца переписывать программу и цифру в тенге менять. Вот, например, год назад, когда эта программа была озвучена, один евро был 350 тенге. Сейчас один евро – это порядка 430 тенге. Совсем недавно было больше 450 тенге. То есть сейчас просто тенге немного укрепилось. Но мы же не будем каждый месяц его пересчитывать в тенге и писать, менять цифры. Если мы берем в качестве ориентира европейские страны, мы, значит, должны взять планку евро, просто умножать на текущий курс. Опять же, в Google можно легко зайти, забить курс тенге к евро, умножить евро на количество, количество евро умножить на курс тенге и получить ту оплату, которую мы будем платить пенсионерам. Понимаете? Мы ориентируемся на европейские страны, и поэтому сумма доплаты у нас стоит в евро. Я здесь каждый раз, в каждом эфире говорю, что давайте вопросы по теме задавать. Здесь люди пишут, вот нас стало меньше 50%, еще какие-то вопросы. Это я воспринимаю так, что люди, это не наши сторонники, и админы, я знаю, что вы делаете предупреждение, есть смысл даже жестко действовать, просто блокировать. Я думаю, что это просто тролли, которые хотят увести в сторону тему. Мы сегодня обсуждаем пенсионную реформу. Если люди не понимают этого или не хотят понимать, их просто надо блокировать. Нам такие сторонники не нужны. Мы еще год назад озвучили основные направления и цели реформы социального сектора. И когда мы это озвучивали, минимальный размер пенсии составлял порядка 30 789 тенге. Это 108 евро тогда был. Сейчас он, конечно, уменьшился. И мы объявили о том, как мы будем проводить реформы. Во-первых, все мы упростим. Мы сделаем размер минимальной пенсии, так называемой гарантированной, со стороны государства, которая будет платиться любому человеку, независимо от его трудового стажа, который он будет получать по достижению пенсионного возраста. И вторая часть пенсии – это та пенсия, которую человек получает так называемую через накопительную систему. Но накопительную систему, если он делал эти отчисления за период трудовой деятельности, может так получиться, что несколько миллионов человек никогда не отчисляли пенсионные, единый накопительный пенсионный фонд, некие средства, или отчислили маленькую сумму. И этих средств реально им не хватит, чтобы прожить нормально более-менее пенсионном возрасте. И поэтому мы разработали модель, когда государство будет всегда платить любому человеку по достижению пенсионного возраста гарантированную пенсию. Здесь у меня спрашивается, сколько лет выходить на пенсию. Я это здесь ничего не написал, потому что если мы стремимся к минимальной пенсии или вообще берем качество ориентира европейские страны, то ясно, что мы будем ориентироваться и в возрасте на такие же страны, как Эстония, Польша, Чехия. Вот уровень, зайдите просто в интернет, посмотрите, когда они выходят на пенсию, то именно тогда такой же период будет и в Казахстане, в Эстонии, Польше, Чехии. Смотрите. Но это логично. Если размер пенсии, который мы устанавливать будем, минимальность, гарантированность со стороны государства по примеру этих стран, то, соответственно, мы должны ориентироваться на их возраст. Да, у нас первые годы, четыре года будет возраст меньше. Тот, который сложился сейчас в Казахстане. Но мы постепенно, постепенно в течение четырех лет, может даже восьми лет, доведем возраст наших пенсионеров до уровня вот таких стран, как Эстония, Польша, Чехия. Хочу вам озвучить, показать, вот в прошлом году, какой был уровень пенсии. Он уже увеличился в этих странах, чуть-чуть увеличился. Но, тем не менее, вы должны эти цифры на слух услышать и зайти в социальную программу ДВК и увидеть, какой размер минимальных гарантированных пенсий вот в этих государствах существует. Так вот, вот посмотрите, те страны, к которым мы ориентируемся. Вот в Латвии в прошлом году гарантированная пенсия, выплата со стороны государства была 301 евро. Если вы умножите на текущий курс, это будет порядка 130 тысяч тенге, которые государство доплачивало человеку, если он достиг пенсионного возраста. Это в Латвии было. В Эстонии вообще 390. Вот считайте, что около 400 евро, это порядка 170-180 тысяч тенге государство доплачивает любому пенсионеру, который достиг пенсионного возраста. Это не считая, что у человека есть еще свои отдельные пенсионные накопления. В Польше вообще 480 евро. Вот те страны, куда мы стремимся, которые одновременно практически с нами ушли от Советского Союза и получили реальную независимость. И когда кто-то говорит, что вот мечтать и так далее, мы говорим очень просто. Почему эти страны, одновременно уйдя от Советского Союза, не имея таких природных ресурсов, нефти, газа, металла, от Казахстана сумели этого добиться? Могут, а мы, оказывается, мечтатели. Нет, мы не мечтатели, это просто преступный режим Назарбаева до такой степени ограбил народ, до такой степени его унизил, что даже в мыслях у людей не возникает, чтобы мы добились выплачивать гарантированную дополнительную пенсию, минимальную, на уровне Латвии, Эстонии, Литвы. Вы понимаете, такое состояние рабства наших граждан Казахстана уже дошло, что уровень пенсии, маленький на самом деле, в Литве, Латвии, Эстонии, оказывается, является фантастикой и недостижимой суммой. Что мы предлагаем в своей программе? Как только демократический выбор Казахстана придет к власти, мы сразу, немедленно, как сформируем правительство, и будут созданы разные органы управления, совершенно новые и работающие по-новому, как Министерство финансов, там, Министерство, другие, мы сразу, в кратчающие сроки, объявим повышение дополнительных пенсий, размера дополнительных пенсий. То есть, человек будет получать в первый же год работы правительства ДВК минимум 300 евро. Что такое 300 евро? Это значит, он будет получать доплату порядка 130 тысяч тенге по текущему курсу, немедленно. То есть, у него будет своя пенсия через накопительные пенсионные фонды, размер, я, который сейчас, у всех разный, и плюс минимум 130 тысяч тенге, то есть, порядка 300 евро. Это в первый год реформ. Чтобы вы понимали, сейчас средняя пенсия в Казахстане составляет по официальным данным чуть более 70 тысяч тенге. Но, во-первых, эти официальные данные они лживые, мы сейчас разбираем статистику Казахстана, но, я думаю, среди вашего круга знакомых, в основном пенсионеры получают 50-40 тысяч тенге, может быть, там, чуть больше 50 тысяч тенге. Но, чтобы кто-то в среднем получал более 70 тысяч тенге, я думаю, что это очень редкое явление. Так вот, а мы, как правительство ДВК, в состоянии в первый же год доплачивать порядка 130 тысяч тенге или 300 евро. Это в первый год. И постепенно, в течение 4 лет, мы дополнительную пенсию, гарантированную со стороны государства, установим порядка 400 евро, что по текущему курсу составит, это умножаете где-то на 430, да, это будет порядка 170-180 тысяч тенге. то есть дополнительная пенсия, гарантированная со стороны государства, будет в 2,5 раза выше, чем та, которая сейчас есть, дополнительная только, не считая того, что человек еще будет получать пенсию с накопительной системой. Зайдите, обязательно посмотрите, посмотрите размер гарантированных пенсий и пособий, которые мы будем выплачивать. И еще я хотел бы отметить, что сейчас наши инвалиды получают вообще ничтожные деньги, там 40-50 тысяч тенге, это потолок. Доплаты для инвалидов будут сопоставимы и выровнены с пенсионерами от 300 до 400 евро, это гарантированные выплаты пенсионерам и вообще инвалидам со стороны государства, не считая пенсии, это будет дополнительно выплачиваться. И опять же, это цель выйти на уровень восточноевропейских стран по обеспечению жизни как пенсионеров, так и инвалидов. Вы просто зайдите в социальную программу ДВК, посмотрите и поймете, что это не фантазия, не фантастика, это то, что уже существует в Латвии, Литве, Эстонии, а в Чехии и Польше еще дальше, еще больше, и нам нужно наверное более 4 лет, чтобы их догнать. Но по размеру пенсии мы достигнем такого же уровня сразу в течение 4 лет, как демократический выбор Казахстана возглавит правительство страны. Вот здесь ребята говорят, что 400 евро это супер. Это вы должны понимать, это не просто пенсия, а дополнительная гарантированная независимо от того, что человек работал, не работал, имеет стаж, это гарантированная дополнительная пенсия. Еще будет отдельная пенсия, которую человек имел или имеет от накопления средств в едином пенсионном фонде. В едином пенсионном фонде человек сейчас накапливает, то есть это будет дополнительная пенсия. Здесь меня спрашивают, почему силовые органы получают пенсию больше простого народа, за какие заслуги. Заслуги у них простые, они охраняют режим Назарбаева. Но вообще их пенсия, она смешная. Только дополнительная пенсия, гарантированная со стороны государства, будет значительно выше их основной пенсии. Вы вдумайтесь, только гарантированная пенсия. На самом деле ресурсы, которые нужны на выплату этой пенсии, я уже много раз озвучил, их легко найти. Здесь многие мне задают вопрос, а вернутся ли все наши потраченные пенсионные вклады, там все прочее. Я вам говорю от экономики, которая сейчас есть, что эти размеры выплат мы можем обеспечить даже при текущей деятельности. Более того, я эти расчеты делал, когда цены на нефть были не свыше 80 долларов, а в районе около 55 долларов за баррель, 60. То есть сейчас возможности у Казахстана еще больше увеличились. Сейчас цена нефти более 80, а прогноз идет, что до 100 долларов за баррель. Поэтому эти деньги легко найти. Я показывал, что в течение двух лет бюджет страны удвоится. Сейчас порядка 25-30 миллиардов, ну 25, наверное, сейчас курс упал в год. Мы оцениваем, что в течение двух лет бюджет страны будет порядка 60 миллиардов долларов, минимум удвоится. Я в своих предыдущих выступлениях много раз показывал, откуда мы эти деньги найдем, где они есть прямо сейчас в экономике страны. Притом я эти расчеты делал при цене около 60 долларов за баррель, 60. Поэтому это не проблема. Вот представьте себе, что на все социальные программы ДВК, которые мы озвучивали, это зарплата учителям, врачам, поднять зарплаты военным, пенсии и все прочее, это всего лишь было порядка, ну около 10 миллиардов долларов, не больше, около 10 миллиардов долларов. А мы видим, что прямо в текущем режиме, не ориентируясь на рост экономики, что экономика у нас будет другая, качественная, более дифферсифицированная, мы в течение двух лет легко соберем дополнительные 30 миллиардов долларов в год в бюджет страны. И вы понимаете, что нам вообще несложно будет выполнить все эти социальные программы. Здесь у меня спрашивают, вот накопительную часть пенсии я уже выбрал, сейчас получаю 103 тысячи тенге как пенсия. Какая пенсия у меня будет при ДВК? Еще раз говорю, вы к своей накопительной пенсии, если она у вас осталась, если она есть, вы будете плюсом дополнительно получать порядка 400 евро. Значит, вы будете получать дополнительно ежемесячно по текущему курсу где-то около 170-180 тысяч тенге. Это дополнительно будете получать, гарантированно со стороны государства, независимо от того, у вас был трудовой стаж или нет. Это гарантированные минимальные пенсии для человека, который достиг пенсионного возраста. Порядка 170-180 тысяч тенге. 400 евро умножайте на курс, который сейчас сложился, 430, по-моему. Вот. Вот и так вы получите тот размер пенсии, который дополнительно вам будет выплачивать. Запомните, это дополнительно к вашей накопительной пенсионной сумме. Теперь давайте мы вернемся к таким простым цифрам. Когда наше правительство заявляет, что уровень безработных около 4,8% человек, или 434 тысячи, но это очевидно, что ложь. Я уже сегодня выпустил пост, сказал, что, ну, например, во Франции уровень безработицы составляет свыше 9,1%. Это еще большой успех для Франции, потому что по прошлому году уровень безработицы был свыше 10%. 5%, свыше 10%, вдумайтесь, ведущие страны Европы уровень безработицы составлял свыше 10%. Отсталом Казахстане уровень безработицы, оказывается, 4,8%. Вы же понимаете, что это лошадь такого быть не может. Теперь возьмем достаточно слабую страну, европейскую, такую, как Греция. В Греции живет 10,8 миллионов человек. Там сейчас больше 1 миллиона человек безработных. То есть у их населения получается в 2 раза почти меньше, чем в Казахстане, а безработных свыше миллиона, а у нас чуть больше 400 тысяч. Вы можете в это поверить? Что население почти в 2 раза меньше, а безработных в 2,5 раз больше, чем в Казахстане. Это успешный в целом Греции, потому что сейчас у них уровень безработицы составляет 21,2%. Вдумайтесь, Казахстана 4,8%, а у Греции 21,2%. То есть в 5 раз уровень безработицы выше, чем в Казахстане. В 5 раз. Это в Греции. И, ну извините, мы говорим, что Греция не самая лучшая страна в Европе. Она средненькая, скажем так, да? Но там зарплаты, я вам скажу так, в средние, чуть более 2000 евро в месяц. У нас зарплаты в 6 раз меньше, чем в Греции. В 6 раз. Пенсии там около 800 евро. То есть более чем в 4 раз выше, чем в Казахстане. Но кто поверит, что в такой стране, как Греции, уровень безработицы достигал 27%, а у нас всего 4,8%. Власти страны заявляют, что около, там, свыше 2 миллионов человек, так называемые, самостоятельно занятые, сами, что называется, находят работу, да? Их больше 2 миллионов. Так вот, если вы этих всех безработных реально прибавите, ну очень простой механизм есть. В Греции, успешной Греции относительно Казахстана, более 10% от общего населения, это безработные, более 10%. У нас в Казахстане, даже если взять цифру более 10%, у нас 18 миллионов, мы получим 2 миллиона безработных. 2 миллиона безработных относительно успешной Греции. Ну ясно, что мы как минимум в 2 раза живем хуже. То есть реально количество безработных у нас, если считать, порядка, хотя бы даже 20% от общего числа, у нас будет 3,6 миллионов. То есть фактически, если так реально посмотреть, у нас безработных не 4,8%, а 35-40% безработных, это официально около 434 тысяч человек, и несколько миллионов человек, так называемых самостоятельно занятых, которые сами себя работа обеспечивают. Никто не понимает, каким образом они обеспечивают. На самом деле это просто безработные. Вот представьте, минимум каждый третий или четвертый в стране безработ. Вот она реальность, вот она реальность, та, которая правдивая, а не та, которая рассказывает правительство Назарбаева. Ребята, здесь кто-то там говорит, что Греция не европейская сторона, она вышла из ЕС. Вы просто откройте Google. Как можно такую чепуху писать? Она является и членом ЕС, она входит в Шенген-зону. Ну вы что такую ерунду пишете? Прям вам не стыдно такую ерунду писать? Глупость натуральная. Вот теперь о самозанятых. Смотрите, что делают с режимом самозанятыми. Они говорят, должны выплачивать так называемый единый совокупный платеж, чтобы получить доступ к медицинским услугам. То есть, понимаете, у нас медицина считается как бы бесплатной, на самом деле она платная, вы прекрасно знаете. И вот теперь та часть населения, которая не проводит отчисления в единый накопительный пенсионный фонд, или выплачивает мало, они в итоге получаются, если они не будут проводить этот единый совокупный платеж ежегодный, то они не получат медицинской помощи. И вот в реальности, чтобы вы понимали, таких людей в нашей стране 3,5 миллиона человек, потому что на бирже труда зарегистрировано 71 тысяч человек, остальные не зарегистрированы, потому что это бесполезно. Бесполезно там регистрироваться, очень сложно зарегистрироваться, не получат никакой помощи. И поэтому реальная картина такова, что в нашей стране 3,5 миллиона человек завтра не получат медицинскую помощь, если они не будут в состоянии провести этот единый совокупный платеж. Здесь меня спрашивают, при ДВК будет пенсионный фонд, один или несколько фондов. Вы посмотрите, как устроено в Европу. Вот все ваши вопросы, на них очень просто отвечать. Зайдите в Google, забейте, как выглядит пенсионная система, например, Германии, Америки и так далее. Берите ведущие европейские страны и США, и вот у нас так же будет. А если говорить коротко, будут разные пенсионные фонды, частные. Люди будут отчислять и выбирать свои пенсионные фонды, и там накапливать, первое. И второе, само государство будет выплачивать гарантированную пенсию, гарантированную, независимо от того, работал человек или не работал. Только по достижении пенсионного возраста он автоматически будет получать гарантированную пенсию со стороны государства. Сейчас на первом этапе, когда придет правительство ДВК, до 400 евро, а затем эта сумма будет расти, и в качестве ориентира мы взяли Латвию, Литву, Эстонию, Чехию и Польшу. Вот к ним мы будем стремиться их догонять. Это абсолютная реальность. Мы за 4 года эти три страны легко настигнем, потому что наши ресурсы сырьевые настолько значительные, что вот именно по уровню оплаты пенсии, зарплат бюджетникам и так далее, мы очень быстро по этим показателям их нагоним. Поэтому пенсионных фондов будет много частных. Посмотрите, как это устроено в Америке. И эти пенсионные фонды владеют триллионными активами. Триллионы, они финансируют разные проекты, очень гарантированные. Там есть модель финансирования, да, какие-то проценты они теряют, но процент, который они зарабатывают, достаточно высокий в среднем по итогам года. И у нас тоже так же будет, понимаете. То есть человек будет получать пенсию из этих фондов, которые он накапливает в течение своей трудовой деятельности. А также вторая часть, это будет доплата со стороны государства. И наш человек никогда не пропадет. Если даже все деньги потеряет, у него всегда будут выплаты, которые позволят ему выжить. Вот здесь правильно пишут, не ходят на биржу труда или там центры занятости, потому что там переучивают человека, и в итоге он получать будет зарплату 30-50 тысяч тенге. Какой смысл идти, переучиться чему-то, чтобы получить 30-50 тысяч тенге? И потом, какой размер пенсии может быть, присуществуя в системе оплаты труда? Вот посмотрите, сейчас цена за нефть превысила 80 долларов за баррель. Наши нефтяники в Ахтубе, в Хазаларде, мне до сих пор пишут и говорят, что их зарплата на уровне 100-120 тысяч тенге, это в основной своей массе. На тенге с шевролей, да, получают порядка 1000 долларов, но их мало, если смотреть в общем разрезе всех нефтяников. Это зарплата была у них, когда цена нефти была порядка 35-40 за баррель. Цена нефти удвоилась, а зарплата у них осталась прежняя. А курс тенге упал с начала года более чем на 20%. Понимаете, это значит, что если курс тенге упал, это значит продовольствие, другие всякие услуги поднялись минимум на 20%, а зарплата осталась прежняя. Ну и какие пенсионные накопления можно сделать, если ты получаешь зарплату 100 тысяч тенге? Это вообще, когда выйдешь на пенсию, эти деньги съешь буквально за два года. Поэтому мы сейчас говорим о программах ДВК, гарантированной выплате в размере до 400 евро, именно ориентируясь на то, что период управления шалом привел к раху и пенсионную систему, и все разные фонды, они не в состоянии обеспечить достойную старость нашим людям. И поэтому мы вводим понятие гарантированной дополнительной пенсии со стороны государства. И эта сумма будет расти. И такие возможности у нашего государства огромны, даже сейчас. Но когда ДВК придет к власти, у нас бюджет страны не будет даже на 30 миллиардов, как я говорю, больше. Сейчас 25 миллиардов. Мы в течение двух лет доведем минимум до 60 миллиардов. У нас бюджет страны будет все время расти, ежегодно. Мы легко достигнем его, в течение буквально четырех лет, достигнем около 100 миллиардов долларов. То есть в четыре раза выше, чем существующий объем бюджета страны. Это легко сделать. Нужна конкуренция, демонополизация, конфискация украденной собственностью Нурсултана Назарбаева. У нас денег будет в стране очень много для проведения любых реформ. Социальных, экономических, политических. На проведение, создание новых рабочих мест, открытие новых заводов. Я говорю о диверсифицированной экономике, которую мы практически за 8 лет создадим. Заново. Я сейчас хотел бы вам объяснить, что любые реформы, которые будет делать это правительство Назарбаева, ничего не изменит. Наша страна будет шаг за шагом сейчас экономически ухудшать свои положения. Я объясню почему. Дело в том, что в ноябре будет еще новый объем санкций против России. И ясно, что будет экономическая ситуация в России ухудшаться. Российский рубль будет ослабляться. И казахский тенге где-то поддерживается на курсе в соотношении 5.3-5.5 на Российский рубль. То есть, с Россией, например, будет курс 70, 80 или 100. Вы просто умножаете, считаете грубо на 5.5. И вот, знаете, что если российский рубль будет 100 рублей, а не как 70 сейчас, то у нас будет 500 тенге за доллар. Вот наша экономика прямо привязана к российской экономике. Ну, во-первых, мы в таможенном союзе с Россией. Во-вторых, российская промышленность более диверсифицированная, хотя и похожая на казахстанскую. Она тоже сырьевая. И получается, что если российский рубль слабый, дешевый, то, соответственно, их товары становятся дешевле аналогичных товаров, которые производятся в Казахстане. И правительству Казахстана некуда деваться. Они вынуждены девальвировать национальную валюту, чтобы не остановилось все производство в стране, которое производит тельные товары, схожие, которые мы импортируем из России, в случае, если их цены ниже. То есть аналогичные товары, которые мы производим, зерно, мука, кондитерские изделия, ну, там еще что-то там такое, не очень широкий профиль, к сожалению. Так получится, что если рубль будет дешевле, то выгоднее будет импортировать, чем покупать в Казахстане. Это приводит, конечно, к остановке производства. Люди теряют рабочие места. То есть фактически мы жертвы того, что находимся в Едином Евразийском Союзе с Россией, во-первых. Во-вторых, жертвы того, что у нашей экономики до сих пор за многие годы правления, ну, султаном Назарбаев, не диверсифицировано. Мы практически ничего не производим сами, кроме сырья. Поэтому, когда вот в ближайшие месяцы начнется резкое падение национальной валюты российской, и в следующий год тоже, потому что санкции будут только нарастать. Вы знаете, сейчас уже доказано, что убийство, то есть попытка убийства, отравления скрипалей в Англии, это дело рук российских спецслужб. Уже четко доказано, что один из них – герой России, полковник ГРУ. Это уже даже раскопали его школьный период, когда он учился в военном училище, в Чечне воевал и так далее. Это уже все. Это значит, что сейчас санкции против России будут нарастать, экономическая ситуация будет ухудшаться, соответственно, и будет экономическая ситуация ухудшаться и в Казахстане. Поэтому мы должны понимать, что как бы ни корректировалась ситуация с точки зрения увеличения цен на нефть, ничего это не изменит. Ну, во-первых, эти доходы населения не попадают в руки. Экспортеры все находятся в собственности, в Султан Азербайеве, в его окружении. Они все свои доходы будут держать в долларах, и зарплату они именно поэтому не повышают. Зарплаты в тенге, тенге девальвируется, и наши люди все меньше и меньше получают зарплату в реальной валюте. Одним словом, рост цен на нефть уже никак не повлияет на улучшение благосостояния. Это значит, все слова о том, что появятся новые рабочие места, что будут повышаться пенсии, все прочее это останется словами. Даже если повысится уровень размера инфляции, падение курса тенге, все это обесценит, и никакого улучшения жизни не будет при этом режиме. Это уже все должны понимать. Назарбаев уже в следующем году будет 30 лет как у власти, и он уже показал, как он управленец. Мы стали отсталой страной. Те страны, которые вместе с нами ушли из Советского Союза, это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, оторвались от нас очень далеко. Но уровень их доходов, зарплат, пенсии минимум в 4-5 раз выше. Это средние европейские страны, которые вместе с нами вчера были в Едином Советском Союзе или контролировались Советским Союзом. А я не говорю даже о таких странах, Германии, Франции, где уровень их зарплат, пенсии и так далее минимум в 10 раз выше, а в реальности в 20-30 раз выше, чем жители в Казахстане. Минимум. И поэтому, когда я говорю, что этот режим уже ничего не сможет сделать, ни его дочь, ни кто-то из его окружения, это очевидно, уже это доказано временем. Поэтому любые меры со стороны этого правительства бесполезны, беспомощны, и на них, надеяться, смысла нет. У нас вопрос стоит принципиальный. Если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите будущего для своих детей, единственный рецепт – это смена действующего режима. Других вариантов нет. Когда я говорю о пенсионной программе ДВК или озвучиваю какие-то другие экономические программы, когда кто-то говорит, что они фантастические, нереальные, вы просто посмотрите на графики и таблицы, которые мы озвучивали. У нас программы очень реальны, потому что мы берем ориентир на те страны, которые вместе с нами вчера были в Советском Союзе. Условно, вчера, там, 25-26 лет назад вместе с нами были. Но посмотрите, они же, не имея сырья, все оторвались от нас. И, конечно же, это пример очевидный, реальный. Мы легко их достигнем за 4 года работы реального правительства. Не правительства Назарбаева, коррумпированного, неталантливого, глупого, а именно народного правительства, которое будет контролировать народ. Поэтому читайте программы, смотрите и убеждайтесь, что цифры, которые мы озвучиваем, они абсолютно реальны и легко исполнимы в течение 4 лет, пока будет работать правительство ДВК. Это минимум то, что может сделать правительство ДВК. Минимум. Еще раз, что нужно сделать для этого? Очень просто. Соединяйтесь с штабом. Создавайте ячейки. Мы должны набрать критическую массу наших последователей. Мы должны собрать миллион сторонников по всей стране, как это сделано было в Армении. Нам не нужны акции протеста в одном отдельном взятом городе. Это нереально. Нереально, потому что полиция стянется со всех регионов, как это было Жан-Авзене, и любой протест будет задавлен. Мы должны организовать десятки тысяч протестующих по всей стране. И мы должны тренироваться, организовывать те или иные акции протеста постепенно, поэтапно. Пусть у нас будет где-то 500 человек, тысячи, две тысячи. Постепенно мы таким образом наберем необходимый миллион по всей стране. Это абсолютная реальность. Армяне смогли это сделать. И мы тоже тем более должны это сделать. Наши возможности многократно больше, чем у армян. Еще раз хочу озвучить простую вещь. Сейчас у ДВК есть программы экономического блока, социального блока. Есть программы реформ для военных, полицейских. Есть жилищные программы. Множество программ, которые мы озвучили. У нас есть четкий план действий. Я хочу вас заверить, что ни одна страна, где прошли цветные революции, так называемые, Грузия или Армения, Украина, нигде не было такой подготовленной части, чтобы мы могли убедить нашим программой свое население. Нигде абсолютно такого не было. Мы фундаментально к этому подошли. У нас на все есть ответы и объяснения, как мы будем развивать демократическое движение в стране, каким будет новое правительство демократического выбора Казахстана и что мы будем делать так, чтобы действительно все было реализовано. Нами вообще все расписано, когда приходит временное правительство демократического выбора Казахстана и как приходит, первое. Второе. Мы говорим о том, что в течение полугода это временное правительство организует честные и открытые выборы. И затем придут депутаты, которые изберут новое правительство. И мы надеемся, как партия ДВК, зарегистрироваться и победить на новых выборах. При этом количество партий будет неограничено. Каждый, имея буквально сторонником три человека, может зарегистрировать свою партию и участвовать в выборах в парламент. В нашей программе озвучивается, что именно парламент будет избирать министров и правительства. У нас не будет должности президента, потому что должность президента, она приведет к узурпации власти в нашей системе. Мы должны сразу построить такую систему, когда именно народ будет контролировать правительство. Именно народ будет назначать депутатов, а депутаты будут назначать правительство. Это даст гарантию от того, что не повторится ситуация и не появится в нашей стране Нурсултан Назарбаев номер два. Вот она единственная гарантия. Не надо слушать никаких обещаний. Вот поклянись там на Коране, на Библии, на чем угодно, что ты будешь хороший. Нет, нам клятвы не нужны. Мы должны построить политическую систему такую, которая даст гарантии не повторения авторитаризма, не повторения коррупционного режима, не повторения той ситуации, когда вся власть будет сосредоточена в руках одного человека. Именно при таком правительстве возможны реформы. Любые, пенсионные, экономические, политические, любые реформы будут только тогда, когда народ реально контролирует власть и участвует в управлении государством. Поэтому, ребята, читайте наши политические реформы, политическую платформу ДВК, изучите социальные программы ДВК и в народ. Убеждайте народ подключиться к деятельности, к работе демократического выбора Казахстана. Хватит бояться, хватит ждать, что завтра что-то изменится. После смерти Шала ничего не изменится. Придут его окружение, придут его родственники, которые продолжат этот воровской курс. А зачем нам им винять этот курс? Зачем? Им и так хорошо. Народ молчит. Они могут продолжать выкачивать из недр страны доходы, не делиться ни с кем. Фактически узкая группа, контролирующая власть, будет захватывать основные доходы страны. Когда нет протестующих, когда власть не контролируется народом, эта власть не будет меняться. Она так и будет оставаться прежней. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. С этой властью не будет никаких реформ. Я на сегодня завершаю свой эфир. Я озвучил нашу пенсионную реформу. Показал о том, что нынешняя статистика о количестве безработных, она лживая. Нынешняя статистика, когда говорит, что у нас якобы безработных 434 тысяч человек, это лживая статистика. Эта статистика врет, когда говорит о размере пенсии. Эта статистика отбирает надежду у людей, загоняет их в какие-то условия, и они теряют реальность. Когда говорят то, что мы озвучиваем, самые простые вещи, что это нереально. Это очень реально. И эти программы реализует ДВК. Поэтому давайте, ребята, работать. Сейчас у нас штаб усилился. В нашем штабе сейчас приехал из Павлодара активист ДВК, который преследовали. Он будет помогать нам развивать работу штаба ДВК. Это Евгений Кровец подключился к работе штаба и к другой тоже деятельности ДВК. Выходите на штаб, давайте действовать. До скорой встречи, Саволкзар. Продолжение следует...